Друзья, безусловно, в преддверии самого яркого момента нашей программы, для меня это однозначно факт, поскольку в гостях у нас джаз-балет Валерия Терёшкина. Валерий Борисович впервые в этой студии находится с нами. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! В двух словах. Я уже почти проснулся. В двух словах о чём? Давайте представим вот эту зарисовку танцевальную. Это танцевальная зарисовка из нового балета Multiland. Путешествие в Multiland. Музыку написал Данил Крамер, народный артист России, специально для балета. Для него это впервые. Ну, этот фрагмент – это «Белоснежка» и «Пять гномов» у нас так называется. Понятно. Вот такой, да. Куда дели ещё двоих? Двоих? Двои? Двое спят ещё. Понятно. Двое спят. Хорошо, давайте быстренько погрузимся в страну Multiland, а потом обсудимся в прямом эфире. Прошу. 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 Браво! Большое спасибо. Валерий Борисович, сразу вопрос. Джаз-балет Валерия Терёшкина. Довольно долго и очень успешно. Комфортно чувствовал себя на территории джаза, классических постановок, бродвей или вот что-то такое. И это всё было круто. И вот этот неожиданный прыжок на территорию Диснейленда. Как это объяснить? Вдохновила меня на этот предмет арт-директор Елена Тректикова. Она же написала либретто. Ну, очень полезно, очень для детей. Поработать полезно, очень лёгкая музыка. Всё легко, дети понимают, понимают и взрослые. Вот такое сочетание. И взрослые, и дети. Ну, расскажите, когда состоится премьера? 4 и 5 декабря этого года с Данилом Крамером. Очень интересно. Живая музыка на сцене, джаз-бэнд. Кстати, Данил везёт с собой порядка 10 зрителей из Москвы, которые пожелали прилететь и посмотреть вот эту премьеру на его музыку. Я правильно понимаю, Валерий Борисович, что рекомендовано к семейному просмотру? К семейному. И детям, и взрослым интересно. Хорошая, добрая история? Хорошая, добрая история, говорить о ней не буду. История такова. Ну, вопрос, как выжить в наши тяжёлые времена? Что может спасти? Да вот может спасти вот детское вот это состояние, вот это состояние души, эти мультики, это весёлая музыка. Вот всё зависит только от нас. Засыпает семейная пара, которая уже устала от пандемии, снимает маски, значит, и во сне видит вот эту историю. Эта история спасает их от вот этого негатива. И хорошая музыка? Музыка, ну, послушаем, я не знаю, как. Во всем, ну, Даниил Крамер, интересный факт. На земном шаре единственный, самый быстрый музыкант. Книга рекордов Геннесса. Очень темпераментный человек. Я называю его сумасшедший человек. Я дружу только с сумасшедшими людьми. Вообще очень интересный. Глаза горят. Кстати, оправданная стратегия. Это оправданная стратегия, да, да. А как удалось достичь договорённости, коллаборации с Данилом и вызвать его интерес к проекту? Да, внешняя история. Ему интересно написать музыку для балета было. Интересно попробовать себя в этом амплуа. Да, внешняя дружба. Мы выступаем в Москве в зале Чайковского с ним. Он приезжает сюда очень часто. Будет приезжать ещё чаще. Потому что планируется здесь создание какого-то джазового коллектива, чтобы Красноярск стал более таким джазовым центром, что ли, в нашем регионе. Было бы здорово. Давайте ещё раз напомним. 4-5 декабря. Премьера балета. Балет «Фантазия». Путешествие в страну мультиленд. Данил Крамер сам. Сам. Живой звук. Живой звук. Маэстро за роялем. Ненормальный, сумасшедший маэстро. Я горжусь им за роялем. Контрабас. Ударные инструменты. Один из лучших ударников. Зингер. И, конечно же, джаз-балет Валерия Терёшко. Давайте ещё раз покажем артисток замечательных. Вот так они будут выглядеть на сцене. Только будут немножко, да, поживее. Потому что будет вечер. Они просыпаются только к вечеру. Они очень живые. Даже сегодня улыбаются. Поэтому и танцевали прекрасно. Спасибо вам большое. Спасибо. Грандиозное мероприятие нас ждёт, да. А мы разбираем тему сегодня цифру. И, конечно же, спрашивали, вот есть ли какое-то число? У вас есть такое число? Счастливое. Ну вот восьмёрка я слышал с утра сегодня. Восемь хорошая цифра. Мой внук по имени Радамир родился 8 августа. Я родился 2 мая. Это что значит 2 мая? Это что? Мы вам обязательно сейчас расскажем за кадром. Олег Ильич, ну от вас не ожидал. Сейчас спросим у зрителя, какие их любимые числа. Ну и потом вернёмся в студию.